Когда я стартовал, я даже не думал, что сын когда-то захочет стать космонавтом. Он был летчиком, то есть он мечтал стать летчиком, но что он будет космонавтом, я никогда не предполагал. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Волков, свой день начинает на кухне. Первым делом – утренний кофе близким. Я освоил этот аппарат раньше других. С ним работаю чаще. Редкий случай. На завтрак к родителям заглянул старший сын Сергей. Свободного времени у него почти нет. Каждая минута расписана. Тренировки в гидролаборатории, на тренажерах, изучение корабля. Три дня будут комплексные тренировки. А почему три? Потому что короткую схему и обычный штатный. А зачем обычный? На всякий случай. Какой может быть случай? Если авария. Сергей тоже космонавт, герой России. Пошел по стопам отца. Они стали первой в мире космической династией. Первая космическая династия началась в Чугуеве. Это город Чугуев. Это близ города Харьков. И я там работал летчиком-инструктором. Обучал ребят летать на реактивных самолетах. Он понял, что хочет стать космонавтом 12 апреля, в день, когда в космос отправился Юрий Гагарин. После школы поступил в летное училище. Потом и работа инструктором. И однажды на автобусной остановке он вытянул заветный билетик. Ко мне подошел штабной работник и говорит, у командира полка уже, наверное, неделю лежит приказ главкома довести до личного состава, что идет набор в отряд космонавтов. Три недели медкомиссии, экзамены и тесты на выносливость пролетели как один день. Из двух тысяч в отряд отобрали только девять новичков, в том числе и Волкова. Звонок в дверь, я тут перевязанное горло, Александр Александрович Авосько с апельсинами из Москвы приехал. И он открывает и говорит, ну что, космонавша, встречай космонавта. Только через девять лет он отправился в свой первый полет на космическую станцию «Салют-7». Когда ракета начинает уходить от стартового стола, она вся там дрожит, чувствуешь какая-то мощь. Такая реакция, песню хочется запеть, некоторые, может быть, и поют. Ну, я там стеснялся, может, но улыбка была такая, что да, вот оно, вот оно, мы поехали, мы поехали. Первая поездка длилась всего пару месяцев. После он еще два раза летал в космос, но уже на станцию «Мир». По миру гуляет казак молодой, это я. Но петь хотелось не всегда. Были и опасные ситуации, на грани жизни и смерти. Однажды после работы в открытом космосе, Волков и его напарник, француз Жан-Лук Ретьен, никак не могли зашлюзовать переходную камеру. До последнего вдоха у них оставалось каких-то три минуты. Начал закрывать дюнг, у меня запотело стекло, я не вижу ничего. Ну, я ему там, говорю, аварийную подачу кислорода включи, пусть там оно, может, сдует. Ну, в общем, с трудом там даже, вплоть до того, что дотянись носом, протришь запотевшее. Ну, в результате вместо минуты получилось, пока мы вот это все закрывали, около десяти минут. После третьего полета Александру Волкову предложили возглавить отряд космонавтов. Почетная должность. Он согласился. А в один прекрасный день, когда шел очередной набор в отряд, к нему на стол легло личное дело его сына Сергея. Тогда в их семье состоялся серьезный мужской разговор. Знает ли он, куда идет. Я вырос в этой семье, я вырос в звездном городке, я знаю людей, как состоявшихся в этой профессии, так и не состоявшихся в этой профессии. И просто, я думаю, что он убедился в том, что я, наверное, смогу, потяну это дело. Это стихийное образование космической династии. Но я рад, что это у нас получилось. Получилось бы у другого, я тоже был бы рад. И если бы меня не напоминали, что у нас первая в мире космическая династия, я бы, наверное, так и жил, просто знал, что мой сын космонавт. Сергея зачислили в отряд космонавтов. Волков-старший ушел на земную работу, командовать звездным городком. И вот ему уже 65 лет. Точнее, еще 65 лет. По земным меркам солидный возраст, по космическим одно мгновение. И еще столько нужно успеть.